Привет всем! Спасибо, что сегодня ко мне пришли. Сегодня у нас с вами вебинар для топ-лидеров. И начнем мы с вами сегодня очень интересную тему. Это накопительный эффект в работе и рекрутинге, и равно-растущие выплаты. Все, что мы с вами делаем, какие-либо телодвижения, нас приводят к хорошим выплатам или не приводят. Это одно из двух. Середины, по идее, не дано. И, конечно, когда я делала материалы, я наткнулась на такую картинку, которая очень сильно сейчас напоминает мне меня. Чтобы у меня не получалось, я все равно нащупывала дорогу и упорно шла вперед. Пробовала различные методы. И вы знаете, мне очень приятно, что мы даем своей команде именно работающие методы. Мне очень приятно, что мы даем своей команде суммарно все, да, суммарно все свои успехи, делимся, ничего друг от друга не скрываем и растем за счет этого лучше. Ой, спасибо, Катюш, да, и растем за счет этого все лучше. И, да, и, конечно, тайна победы – это нащупывать дорогу, упорно идти вперед, что бы с вами не было. А тема у нас сегодня с вами – вебинар для топ-лидеров «Накопительный эффект в работе и в рекрутинге». Кто меня не знает, меня зовут Аня Коннова. И, конечно, прежде чем вам рассказать о накопительном эффекте, мне бы с вами хотелось поговорить немножко о такой теме, так как, что вся наша жизнь – это наш выбор. Вот на самом деле, чего ни коснись, вот что мы для себя выбираем, какие действия мы совершаем, к тому мы и приходим в итоге. По идее, на самом деле, все эти последствия – это наш личный выбор, наш личный результат, потому что мы выбрали на самом деле вот эти последствия. Кстати, я сегодня в платьишке в новом. Недавно пришло, это еще Юдашкин, но я его еще только успела заказать. Симпатичное очень платьишко, смотрится так великолепно и не броско, не блестяще. Да, спасибо, Олечка. И, конечно, насколько наш выбор правильный, когда мы с вами совершаем череду каких-то действий, мы все равно делаем платье. Да, Нин очень понравилось платье, если честно, не ожидала, что оно столько много весит, но этот вес на теле он не чувствуется. Я положила фотографию в Инстаграм, к сожалению, у меня тут кровать, даже некуда будет встать. Кресло здоровенное, да, ну вот так вот оно смотрится. В принципе, так симпатично. Да, камера ездит таким вот образом, смотрится. Как бы не войду я в камеру, к сожалению. Далеко отойти некуда, там кровать у меня. Да, с этикеткой сижу, потому что еще видео не сняла, померила и снять не захотелось. Вот сниму видео и отрежу этикетку. А то я потом теряю. Да, да. Я потом теряю, поэтому я ее не оторвала специально, чтобы не потерять. Вот, и, конечно, дорогие коллеги, ой, вот как раз-таки год назад, даже уже, наверное, полтора года назад, да, я сделала для себя такой выбор. Я решила систематически принимать систему управления весом, да. И я скинула очень много килограмм. А я готовлю как раз вебинар по этому поводу. Вот, скоро он, наконец-то, выйдет. И я расскажу, как я похудела. Ну, не на 20, но на 18 килограмм точно я скинула. Логин в Инстаграм. Ой, я вам сейчас, конечно, его не найду, но я вам скину страничку ВКонтакте. Сейчас. И там у меня как раз в ленте все есть. Как раз все эти платьишки. Я выкладываю фотки всегда именно ВКонтакте. Да, заметно, да. Вот, и я вам хочу сказать, что я еще до сих пор худею. И снова начала новый курс недавно. Поэтому мне очень хочется описать и вкусы, и все, потому что я еще допивала и для цветок старые. Старые допивала, потому что взяла два раза. Он все равно, Катюш, будет возвращаться. Примерно через полгода вес будет возвращаться, если, опять-таки, ну, грубо говоря, жрать что хочешь. Если вы любите покушать тортики на ночь, то, конечно, он все равно вернется. Но если вы будете пить полтора литра воды, то два курса в год, это, да, меньше жрать нельзя. Наоборот, надо кушать раз пять в день. Но очень самое важное, чтобы мы понимали, что тортики с утра, а на ночь что-то типа кашек, да, на семени льна. Вот это вот самое главное распределять, и все будет хорошо. Вот. И, конечно, вот как раз даже вот взять это же похудение, да, насколько выбор правильный, вы поймете, конечно же, не через неделю, а именно через года, да, когда ваш организм начинает вам говорить спасибо, когда вы начинаете выглядеть лучше, допустим, чем люди, которые не придерживались никаких правил. И вот, знаете, часто очень бывает две женщины абсолютно одинакового возраста, да, одна выглядит красиво, симпатично, ухоженно и молодо, а другая женщина, извините меня, выглядит как это, да, вот уже и постарела очень сильно, да, и видно, что она не следит за фигурой, и все это очень видно. Ой, отлично, Танюш, огромная умница, огромная умница просто, да. Ну, соль, сахар я вообще не ограничиваю, ничего не делаю, вот на самом деле есть такой шанс похудеть, особо ничего не делая на нашей системе управления весом. Я вот как раз про нее готовлю тему, приходите ко мне, пожалуйста. Вот, конечно, все, что мы видим через года, это то, что мы решили сегодня, да. И вот как раз я решила взять пример эту тему, потому что она напрямую касается сетевого маркетинга, да. Возьмем, в пример, любые два молодых человека, девушку, мальчика, да, без разницы, да, один кушает там, допустим, зелень, мясо, что-то полезное, да, а другой, допустим, человек кушает там пироженки, мороженки, да, ограничивая себя в зелени и так далее. И это продолжается каждый день. Что будет через неделю? Что будет через месяц? Конечно, ничего не будет, и вреда нам это не принесет особого. Но, как вам даже сказать, с одной стороны, это вред не приносит, но мы сами себя наполняем, да, мы совершаем действия, к чему, да. И, конечно, что с человеком будет лет через пять, это, конечно, уже понятно все, да. Вот, 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 Оля, все правильно. Я тоже себе все позволяю, причем не в пределах нормы, иногда больше, чем нужно. Но я считаю, что меня спасает именно вот этот вот фитокситлес. Вот. И, конечно же, с одной стороны, полнота, это не так уж, да, то есть у нас есть люди, которые мне нравятся и полненькие, и худенькие, и все такое. Но самый прикол в том, что полнота – это и сахарный диабет, это и лишняя нагрузка на сердце, и так далее, так далее, да. То есть, и, в принципе, вот то же самое можно, как бы, и на нашу работу этими же глазами посмотреть. Иногда бывает такое, что мы жалуемся на итоги свои, да. Мы на них жалуемся. На сосуды, на суставы, да, 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 да. Нет, Машенька, тут немножко другой смысл, что если вы хотите быть с собой довольны и оставаться всю жизнь привлекательными, то в итоге нам все равно с вами понадобится сейчас, сегодня вкладывать силы в свой бизнес. вот, и, конечно, вот эту вот картинку, я ее, конечно, сперла из интернета, как вы видите, да, сочувствие можно получить, зависть нужно заработать, да. Я, вот сейчас, на данный момент, я, когда смотрю взгляды прохожих, когда я смотрю, вот вспоминаю себя, когда вот три года назад я пришла еще в другую сетевую компанию, когда у меня были мечты, я вспоминаю себя, как мимо меня проходили богатые люди, там ездили на Лексусах, имеющие свои дачи, я ими всегда восхищалась. Я думала, вот бы мне так же, вот как круто, вот как классно, да. Но большинство моих знакомых говорило, ой, нажрался там на ком-то, да, наживился, наворовал, там, знаете, да, еще что-то, да. И вот это вот все точно так же и зависит вот от того, что мы сегодня делаем и какими мы завтра будем, да, вот. Так, девочки, такое чувство, что мы с вами тут все голодные, все, еде да еде, да. Мы сами себе делаем или ловушки, или блестящее будущее. И вот это я считаю, что это огромная тема для накопительного эффекта, что мы с вами должны начинать свой старт именно с головы, да. И никогда не советуйтесь с людьми, которые с вами, как вам даже сказать, наравне. Всегда ищите советы у тех, кто чего-то в жизни добился, и добился именно того, что именно вы хотите, да. Если, допустим, вы будете спрашивать у девушки, которая, допустим, да, ну, к примеру, да, человек полненький спрашивает у полненького человека, слушай, как похудеть, а, понятно, человек этого не знает. То же самое в бизнесе, когда девчонка, ой, извините, да, когда мы, допустим, наши новички регистрируются, и они идут, конечно, можно, Лен. Я же в чате сижу, пожалуйста, задавайте вопросы все в чате. Вот, и самое интересное, что бывает, что когда новички спрашивают совета, работать мне, не работать у своих родственников, которые работают на заводе, да, там, по найму 30 лет до пенсии, это, конечно, не совсем так, да, как вы считаете, правильно это или нет, да. Живут не так, как вы хотите, да, с такими советоваться не надо. Правильно, Катюша, вот, и, конечно, почему, вот, тут я хотела поглубже заглянуть в эту тему, да, потому что все же мы с вами вебинар ведем для топ-лидеров, тут уже только сильные лидеры, да, и мы с вами сейчас заглянем новичку, новичку в душу, и новички – это такие люди, которые приучены работать, да, работать. Почему они приучены работать? Потому что им все детство, грубо говоря, вдалбливали. Вот отучишься, пойдешь заканчивать там вуз-техникум, закончишь вуз-техникум, пойдешь на работу. Чем лучше ты учишься, тем лучше у тебя будет работать. Так, так. И что получается в итоге? Получается то, что мы, да, такой социум, и получается так, что мы подсознательно где-то там в глубине не понимаем многого. Мы не понимаем того, что сколько бы мы ни работали, мы не заработаем, пока мы работаем на кого-то. Но сказав это новичку вот так напрямую, он скажет, что, с ума сошла, что ли, да? Они не понимают этого, и это понимаем уже только мы с вами, что только работая на себя, и, да, боятся перемен люди очень, строя свой бизнес без риска, без вложений, с настроенной логистикой и так далее, да, мы можем в итоге зарабатывать столько, сколько захотим. Вот, и тут обязательно понять то, что вот у нас даже в интернет-проекте, да, топ-лидеры с топ-лидерами авторизуются друг между другом и начинают в личку мыть, что, ой, мне ничего не получается, да, у меня-то тоже ничего не получается. Поверьте, это делают даже директора. Некоторые директора мне звонят и говорят, я вот созвонилась вчера с тем-то директором, она говорит, допустим, твое обучение не работает, или там, допустим, я рекрутирую, рекрутирую, у меня ноль, да, и вот они сидят вдвоем, там втроем объединились, но и друг с другом, и в итоге получается, что смотрят, а кто-то там открыл новые звания. Новые звания, да еще как открыл, да еще и серебро, да золото, да бриллианта, ой, а что это, а как это у них? Они от нас что-то скрывают, вот ведь, да, скрыли от нас, сами так растут, а нам так не говорят, как, да, и в итоге получается самая смешная вещь, что мы пытаемся понять, что мы не одинокие, да, что мы такие же, как все, мы начинаем искать себе оправдание, говорить, вот оно, вот тот от нас скрывает, да, но вы должны понимать, что в сетевом маркетинге работать надо, почему надо работать, потому что это официальная легальная профессия, честный труд, он в этом-то и заключается, что мы с вами очень много зарабатываем, очень хорошо зарабатываем, но у нас с вами у всех все всегда начинается с нуля, мы начинаем свой бизнес с нуля, и вот это вот новичкам своим нужно передавать, очень тактично, чтобы новичка не спугнуть. Ну, Лен, я тоже когда-то была пессимистом, потому что, может быть, жизнь вынуждала, еще что-то, потому что я плыла по течению, я не понимала, что может быть по-другому, вот, и когда, понимаете, вот даже вот, как вам сказать, да, вот девчонки, мы с ними разговаривали тут, сидели в кафе, собрались вместе, да, давно не виделись, вот они себе это говорят, вот найду себе богатенького, я говорю, слушай, ну, 30 лет уже, ну, Господи, какой богатенький, богатеньким, говорю, молодых надо, ну, а что, я вот в фитнес-клуб похожу, найду, да, то есть, вы знаете, всякие вот такие вот, а другая говорит, ой, никого ты не найдешь, я вон нашла, вроде и зарабатывал хорошо, и все, а сейчас нифига в дом не носит, все воскресенье на диване лежит, да, вот, и начинается, и начинается, да, то есть, я поняла, насколько я выросла от всех этих обсуждений, я поняла, насколько мне скучно все это было слушать, то есть, у нас еще и меняется мышление, и оно меняется так сильно, что потом мы просто начинаем не понимать людей, которые вот живут на, там, 10 тысяч, да, 10-15 тысяч, вот эти вот 20 лет работают, да, и стало с ними неинтересно, хотя раньше, да, они там сидят, ой, мне вот, я сегодня в маникюр сходила, сделала, там, еще что-то, а я так сижу про себя и думаю, ко мне ходит девочка, каждые три недели делает маникюр, и для меня это в порядке вещей, я уже забыла, когда я ногти сама красила, да, другая там, вот, хочу попробовать, вот, не знаю, где взять денег, где выделить денег, там, ну, чтобы ноги, да, продепилировать, там, чтобы их выдернуть, я сижу и думаю, ко мне ходит девчонка раз в две недели, все время это делает, и сама мне напоминает, во сколько она придет, звонит за день до этого, напоминает, что, Ань, я сегодня приду, да, и вот, и вы понимаете, я с ними просидела буквально часа 2-3, мне так домой захотелось, это какой-то кошмар, до этого мы отдыхали командой, вот, приезжал Николай, там, мы встречались с Ильей Петровой, с его будущей супругой, с Анютой, встречались, вот, Антон, я, Коля, там, еще куда-то ходили, отдыхали, мы ходили, отдыхали толпой сетевиков, и там нету такого, таких разговоров абсолютно, абсолютно нет, хотя девчонки были, которые на 3-9%, они еще только поднимаются, у них уже в головах абсолютно разные вещи, не то, чтобы, вот, у тех, которые, вот, да, вот, даже не знаю, как сказать, да, там не то, чтобы разговоры о бизнесе, да, там, понимаете, там совсем все по-другому, там мышление другое, там ум сложен по-другому, там каждый человек, вот, да, на наших, вот, бизнес-встречах, да, на наших бизнес-гулянках, как даже сказать, да, в кругу коллег я больше чувствую себя своей, чем с девчонками, с которыми знакома чуть не 20 лет, да, вот этот вот, да, позитивом пропитанная встреча, это просто шикарно, а когда вот, поэтому, да, обязательно советуйтесь не с такими же людьми, допустим, которые, вот, ничего не понимают, да, а советуйтесь с теми, кто успешен, будьте в кругу успешных людей, да, и, конечно, когда я анализировала, вот, свой путь, свою дорогу, еще что-то, я замечала за собой, за Колей, за Антоном, да, то есть за девчонками, за директорами с проекта, что они на самом деле очень, вот, как вам даже сказать, они радуются, помогают друг другу добиться успеха, вот, у нас сейчас в чате директоров, дорогие топ-лидеры, да, есть люди, которые помогают друг другу, им без разницы вырасти с помощью его директор, который не в его структуре находится или нет, потому что этот директор знает, что придет время, и тот человек, который с помощью него рос, он все равно отдаст свое, и он все равно поможет, и директор, которому дали эту информацию, тоже ценит эту информацию и понимает, и, как вам даже сказать, и оценивает то, чем вот идет вот этот вот обмен, да, и когда успешные люди, да, вот в чате директоров, они помогают другим добиться успеха, не только людям своей команды, но и просто взаимовыручка идет в чате, да, вот, к примеру, как, вот даже взять, да, в пример, допустим, у нас сейчас 17 веточек, да, все вы знаете, что у двухнедельный каталог у нас одна веточка обвалилась, мы не подтвердили международных директоров, да, и, ну, как подтвердили, не подтвердили, в смысле квалификация прервалась на один каталог, вот, и так получилось, что, вы знаете, знаете, когда директора начали переписываться и говорить, я упала, я упала, я взяла, отскринила свое падение, прямо на 55 тысяч баллов, все это увидели, и, вы знаете, никто там не стал искать виноватых, еще что-то, мы просто вместе поняли, что это был такой провальный каталог, который нужно просто забыть, да, у нас не было вопросов, у нас не было нытья в чате, у нас вообще негатива по этому поводу не было, ну, Леночка, можно и покреативить, если честно, покреативить нужно даже, я всегда креативила, я всегда свои идеи внедряла, которые мне то ночью приснятся, то я гуляю, и они мне в голову придут, я всегда внедряла что-то свое, креативить можно, но приоритеты нужно выставлять в своем креативе правильно, да, да, вот это вот, понимаете, поддержка, да, потому что успешные люди помогают другим добиться успеха, да, неуспешные люди радуются неудачам других, допустим, они не могут вникнуть в такое интересное, интересное, допустим, новичок на 9%, сидел-сидел, у него там есть, допустим, 500 баллов под ним, и 100 баллов егошние, да, сам он сделал 50, да, у него 650 по структуре, и вот под ним взял вот этот лидер, его догнал, он на 9, этот на 9, и 9, минус 9, с ветки он ничего не получил, он получил за свои 100 баллов, он получил за свои, как сказать, за свой личный заказ денежку, да, по 9%, и что в итоге получается, нет бы этот лидер подумал, ага, мне бы открыть третью ветку, вести 2, а тогда у меня блог шире, и вести 2, не открывать третью, четвертую, пятую, чтобы это, да, большинство лидеров говорит, все, я теперь строю всех свою первую линию, и мне не надо ничего, да, то есть больше не учите меня там своим веткам, это построение не нужное, ну, я, конечно, созваниваюсь с таким человеком, начинаю объяснять, что уж в чем дело, он забрал мои деньги, я с ним даже разговаривать после этого не буду, да, то есть смотрите, вот вам пример неуспешного человека, который не понимает, что ветка, которая забрала его выплаты сейчас, в будущем она ему будет приносить 5%, 5%, понимаете, когда эта ветка станет директорской, чем у вас больше директорских веток, тем больше, да, сколько у вас директорских веток, столько раз и по 5%, эти ветки будут расти, они будут становиться старшими директорами, вы будете получать, допустим, с одной ветки 5000 баллов, под собой 15000 рублей, а эта ветка будет расти уже самостоятельно, потому что там есть лидер структуры, там есть директор, понимаете, куда я веду, да, то есть смотрите, вы директор, да, под вами 3 ветки, да, 3 ветки и все, допустим, там по 3000 баллов, сколько будет ваша зарплата, вы будете 5% получать, потом эти ветки вырастут, они будут там по 5, к примеру, тысяч баллов, да, потому что те, кто под вами, они тоже хотят уровень, они тоже хотят званий, и получается это в итоге, помогая тому, кто под вами, вы отстраиваете себе вот тот самый пассив, которого типа нету, да, вот, вот в чем суть, и почему-то это лидеры, они не совсем это понимают, и пытаются подставить подножку сами себе, пилят сукна, которым сидят, да, грубо говоря, поняли, поставьте, пожалуйста, плюсики, вот, Мариш, как раз вот лидер, он это и говорит, вот большинство лидеров, почему-то это говорят, сколько бы мы ни говорили, что вам выгодно растить директорские ветки, они начинают, и вот понимаете, они пустили в голову негатив, вместо того, чтобы идти рекрутировать, да, на прошлом, кто был на прошлом вебинаре, поставьте букву «Я» в чат, а кто смотрел запись, тоже поставьте букву «Я», чтобы я понимала, сколько людей понимают, о чем я сейчас говорю. Да, то есть на прошлом вебинаре мы с вами говорили о том, что позитив очень важен, вот, спасибо огромное, да, позитив очень важен, это, во-первых, во-вторых, мы с вами вкратце, да, сейчас вспомним приоритеты, да, ежедневные приоритеты, охват 300 человек, и одна регистрация, чтобы была минимум с этого охвата, и чтобы мы с вами, с этим человеком созвонились, и обо всем ему рассказали. Самое главное в созвоне – это донести, что компания официальная, легальная, и подарки, правда, подарят, и построение бизнеса у нас хорошее, да, вот, когда мы это все доносим, мы на следующий день проделываем ту же самую работу, то есть очень важна в приоритетности еще и систематичность. Вот мы говорили именно про это, да, с вами, и вот сейчас неуспешные люди начинают вять, начинают вять и говорить, ой, вот ведь он все забрал, я зря работала, и зачем он мне это строил, если это все забрали, к чему все это, и получается, что он начинает не ежедневно рекрутировать, не ежедневно, да, и он начинает проигрывать, да, помните, мы с вами говорили про проигрыш, он начинает проигрывать тем, кто мыслит позитивно, и тем, кто делает больше его, потому что им некогда, да, и также бывают такие случаи, как, допустим, пока у нас тут была, как бы, стычка между директорами в директорском чате, один директор поругался с другим директором и вмешали меня как третьего, да, вот мы сидели, смотрели на всю эту ситуацию, да, и ситуация очень даже интересная, и у меня в голове возник один вопрос, вот угадайте, какой у меня в голове возник вопрос? Ни за что не угадаете, наверное, а может и угадаете, мне интересно ваше мышление. Нет. 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 Значит, тему я завела хорошую. У меня, знаете, какой вопрос в голове возник? Откуда у них на это время? Почему у нас нету, у меня лично нет на это времени, где они берут на это время? Значит, им заняться нечем, значит, у них остается много энергии, зачем они ее направляют не в то русло? Первая мысль такая пришла, да, вот откуда у людей есть, на самом деле, мне некогда, вот мне лично, мне некогда ругаться. Вот я, допустим, сегодня с утра встала, я пошла смотреть, да, пошла, подумала, мне надо снять видео, потому что я по программе Фаберлик Клуб взяла халат, три полотенца, ура, ура. Мне пришло вот это вот платье, наконец-то, моего размера, и оно мне подошло, да, и мне пришли туфельки, я одела это платьишко, думаю, блин, как здорово, надо сфоткаться. Я выложила, значит, времени уже ближе к часу, я вспомнила, что я не завтракала, уже пора обедать, побежала, пообедала, да, пока туфли, я их тоже сфоткала, на страничку выложила, серенькие туфли, да, вот, да, я получила, наконец-то, этот халат, он стал, кстати, по бонусам дешевле, у меня на него не хватало, но бонус Фаберлик Клуб как-то там переделали, я смотрю, у меня еще даже 300 бонусов осталось, вот, туфли, да, видела Маша, ага, хорошо, вот ссылка на страничку, Олечка, вот там и туфли я сфоткала, и платье это сфоткала во всех ракурсах, и все такое, вот, ну, для меня не как вот, честно сказать, каблук высоковат, я привыкла на пару сантиметров ниже, но шпилька это мое, шпилька это мое, я всю жизнь ходила на шпильках, и для меня вот эти вот туфли бархатные, да, они как чешки, я в них хожу, как летаю, вот там высокий каблук у этих бархатных туфлей, но он толстый, и я прям, знаете, как будто его вообще нет, этого каблука, колодка моя, на удивление моя, мне очень она понравилась, вот, и у обеих туфлей колодка моя, вот эти туфли на пару сантиметров ниже бы мне каблучок, потому что все равно уже, как бы, я еще не вешу столько мало, чтобы ходить на таких больших туфлях, мне такое чувство, что они сейчас сломаются, потому что шпилька длинная, да, размер в размер, и как раз все туфли разработаны так, что они мешают высокий подъем стопы, да, срезать, вот, то есть, скажите, пожалуйста, если у вас вопросы вот по этому слайду, да, донесла ли я до вас вот то, что мне хотелось, то, что, вот, понимаете, время нужно свое, успешные люди тратят свое время по-другому, потому что добиваясь, как вам даже сказать, добиваясь не только своего звания, но звания своих людей, и помогая другим добиться успеха, вы взамен получаете эффект бумеранга, и к вам назад приходит добро, понимаете, добро назад идет, и вот это очень важно, дошло, вот, и, конечно, на самом деле, на самом деле, на самом деле, между успехом и неудачей лежит пропасть, имя которой у меня нет времени, и вот это вот на самом деле такое бывает, и позже мы с вами еще к этому слайду вернемся, и на прошлом вебинаре мы с вами разговаривали о том, чтобы вы определили свою настоящую цель, свою настоящую мечту, вот, пожалуйста, кому не жалко, напишите свою цель, свою мечту, чтоб, нет, это еще не то, вот, вы знаете, мне тут Антон говорит, Ань, говорит, а вот какая у тебя настоящая цель, у меня, говорит, такое чувство, что ты перестала мечтать, да, большой дом, да, катешь с прислугой, я сидела, я очень долго думала, а что же я на самом деле хочу, если вот у меня все есть, да, вы знаете, у меня вот на данный момент все мои мечты сбылись, сбылись, потому что я хотела закрыть кредиты, я хотела купить квартиру, как вы знаете, у нас уже вторая куплена, за эти два года, всего лишь два года работы, боже мой, 2,4, да, быть точнее, да, мы машину, вот машину мы, кстати, не хотим, вот, у меня была мечта помогать своим родителям материально, да, то есть я могу позволить себе этого, у меня была мечта, чтобы у меня была помощница по дому, я не люблю прибираться, я не люблю мыть посуду, я всегда психовала, когда это делала, когда я мыла пол, все прятались по углам, вот, да, вот, и получается вот сейчас на данный момент все мои мечты сбылись, да, все мои мечты сбылись, но у меня вот цель, как вам даже сказать, сейчас абсолютно другая, и я еще ее обдумываю в подробностях, чтобы ее озвучить, да, вот, но, конечно, свой дом с прислугой я хочу, я хочу свой дом с прислугой, вот, я именно с прислугой хочу, и хочу с такой прислугой, хочу платить так, чтобы человек ценил это место, боялся потерять это место, да, то есть с совестливой прислугой, да, вот, наверное, остров, нет, остров точно я не захочу, тут уже цель не в материальных ценностях, да, тут, наверное, скорее всего, я перешла туда, куда вот я сейчас понимаю, что я могу позволить себе, какие я хочу развлечения, какие я хочу поездки, да, вот, у меня уже начали развязываться руки, но я поняла, что время идет, и вот я подумала, а я же сейчас могу, так, допустим, ходить там в салоны, делать какие-то омолаживающие процедуры, да, хотя я еще, вот, ну, не ходила еще в салон, ни разу ничего не делала с лицом, но 30 лет это еще, да, но в 40 лет я уже смогу себе позволить это делать, и я буду понимать, что я могу оставаться такой же, как и в 30, да, благотворительностью я уже занимаюсь, Катюша, вот, вот, помощница по хозяйству, в принципе, я уже без нее никуда, вот, 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 Ниночка, вот, вот, мне кажется, вот это, наверное, моя мечта, только я пока не нуждаюсь в этом, но потом мне кажется, что я хочу, чтобы у меня хватило на эту мечту средств, да, но пока что на самом деле все есть, да, вот, очень хорошо, что у вас такие сильные мечты, да, помогая другим, мы получаем то же самое, вот, это тоже важно, и так, дальше, значит, когда мы с вами идем к своей мечте, рекрутируем, у нас с вами бывает все хорошо, мы с вами ни на что не отвлекаемся, и это такая вот прям идеальнейшая работа, да, и все у нас хорошо получается, но не тут-то было, нужно научиться быть хладнокровным человеком, чтобы не обращать внимания на, допустим, маты в социальных сетях при рекрутинге, да, чтобы не обращать внимания на то, что там вас подсидели, у вас забрали выплаты, да, и мыслить абсолютно по-другому, чтобы не обращать внимания на то, что там в чате кто-то подсапался, не обращать внимания на то, что ваш новичок хорошо шел, вдруг он перестал работать, и у вас свет на нем клином сошелся, и вы желаете его вернуть и больше не рекрутируете, и так далее, и так далее, и так далее. Не обращать внимания ни на что очень тяжело, и этому нужно уметь учиться, да. И вот мы недавно разговаривали с директором, и я сравнила нашу работу, знаете, с чем? С конвейером. Откуда у меня пришло это слово вообще, да. Я лежала, когда рожала Вику в огромном роддоме, в огромном роддоме, и там одна родила, после нее все убирают, пропшикивают кресло, другую раз, и вот так вот они друг за другом. И мне почему-то, у меня почему-то роды были длинные, а со мной лежала первая роженица, она четвертого или какого-то рожала, она за два часа родила, освободили. Вторая тоже успела родить до меня, и когда меня уже вывозили на каталке, уже третью завозили, и уже очередь была, меня вывозили, а другую завозили, да. Я говорю, боже, что мой, какой конвейер рождения детей, да. Вот, ну, я где-то, да, так же, вот, и такой конвейер рождения детей, я так удивилась, думаю, откуда столько много. Прямо, вот знаете, вот прямо идут, 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 там какая-то женщина бежит, я рожаю ее, раз по подмышке, там куда-то тоже увели. И вот вы представляете, вот это вот все очень сложно воспринимать, как вот, как нормальное, да, и врачи, да, вот вы представляете, там в этом же роддоме есть смертность, есть какие-то тяжелые пациенты, да, есть, которые выплюнул, дальше пошел, да, могут через два часа после рода встать, пойти. Все, что угодно бывает, так ведь? И у нас с вами что получается? Получается то, что вот наша работа, она очень на это похожа. И мне это абсолютно недавно пришло в голову, когда у нас родилась девочка, да, уже не Клочковой, я смотрю, думаю, как здорово, да, у нас Трубиновый директор, недавно родила девочку, я сидела, радовалась, думаю, как здорово, какое счастье. И мы вот, и как-то вот так потихоньку, потихоньку я начала вспоминать вот этот роддом, как со мной все это происходило, и поняла, что на самом деле сетевой маркетинг – это такой же принцип конвейера. Мы с вами принимаем человека, начинаем его обучать, если что-то с ним не так, да, вот он, ну, не захотел он, да, работать, да, мы идем и ищем другого. То есть у нас с вами обязательно должно быть поступление свежих людей на проекты, и вот это тоже как бы принцип конвейера. Вы ему дали все, вы его зарегистрировали, вы с ним созвонились, вы с ним поговорили обо всем, что нужно, вы его подписали на рассылку, добавили в группы, добавили там в чат, добавили там кто-то пользуется, в вайбер, ватсап, там, инстаграм, куда угодно, да, и вот так вот получается, это все, что вы все для него сделали, вы его зовете на вебинары, вы ему шлете письма ежекаталожно, да, вы можете ему позвонить, если он там, к примеру, не сделал там заказ, еще что-то, да, и вы все, как бы все условия для него создали, да, вы создали все для него условия, вы помогли ему, может быть, немножечко поперебарывать, как, ну, кто-то в двери звонит, извините, минутку, и, и потом, значит, не надо вот как раз сбиваться с курса, и надо этому учиться, надо этому учиться, на что-то это провоцировать, а как вам легче это пережить, так вы и делаете, самое главное, чтобы вы не сбивались с курса, куда вы идете, у вас цель, да, у вас цель, у вас приоритет, регистрация в день, созвон с этой регистрации, и все дальше пошли, да, вот как по прошлому, да, и мы, когда сбиваемся с курса, можем попасть не туда, да, и без разницы, пироженки мы едим или рекрутируем, так ведь, да, то есть, с одной стороны, от одной пироженки ничего не будет, где-то раз от одной не было, не будет, и от двух, и так далее, да, и также рекрутирование, может быть, где-то мы расстроились, может быть, мы просто поленились, может быть, сериал суперинтересный, вы его досмотрите, и тогда начнете, там минус час, тут минус час работы, там час работы раз, а регистрации там, допустим, по одной через день пошли, или, не дай бог, по одной в неделю, а мы же работаем, да, и, конечно, вот разочарованные люди, которые видят, что они пришли раньше, открыли звание позже, они должны сейчас понимать одно, одно дело, когда к нам приходит лидер из другой компании, да, неважно из какой, да, вот недавно пришла девушка из Амвэя и сделала быстрый старт, причем очень быстрый старт, да, и она, как вам даже сказать, перевела готовую команду, да, и поэтому быстро выросла, есть лидеры, которые быстро растут, за счет своего труда, да, вот, к примеру, я не взяла быстрый старт, но вот и Снежана Лоскутова, она вот, кстати, взяла быстрый старт, но она очень много работала, очень много, то есть, когда, допустим, я пришла на проект, мне еще надо было разработать вместе с Николаем какую-то систему работы, а потом уже начать расти, да, а вот, допустим, Снежана уже, как бы, влилась в наш коллектив, начала вместе с нами работать, только, уже система была, да, система была, и поэтому сейчас любой может взять быстрый старт, не обязательно, чтобы это был лидер другой сетевой компании. Ко мне, как и к Снеже, никто не пошел с прошлого проекта, ее просто забрала наставница, и наставница ей во всем помогала, да, и она просто очень много рекрутировала, мы с ней списывались, мы с ней разговаривали, и все, она мне говорила, что к ней никого не пришло с прошлой компании, может быть, там пришел один человек, еще что-то, но она сама в интернете со страничек, да, начала работать, рекрутировать, и рекрутировать, и рекрутировать, да, вот, вот, отряхнулся и пошел, вот, да, и Женя тоже, да, да, Катюша сама, да, супер, супер, вот, и вспоминая себя, я тоже помню, как меня зарегистрировала девчонка, сейчас ей 20 лет уже, наверное, ей было тогда 17, ну, 19 ей сейчас, да, она провела под меня 4-5 людей, которые реально пропали, их там нет, этих людей, ни один не работает, да, и пропала, и пропала, и все, и я осталась одна, и я могла сказать, ох, под меня наставник не строит, меня наставник бросил, чем мне ваши вебинары, да, было 2 вебинара в неделю тогда, вела Татьяна Сафронова, и я вела закрытые вебинары по активному росту, они не были доступны новичкам, вот, и в чем прикол, прикол был в том, что если бы я тогда опустила руки и сказала, ой, мне никто не помогает, если бы я тогда подумала, что я зарегистрировала 54 человек за 2 каталога, а ко мне, у меня сделала заказ только 3, да я 4, да, кто помнит мою историю успеха, поставьте плюсики, это было, и я показывала это в распечатках, но это, наверное, уже только директора помнят, вот, да, Настюша, да, помнит, ну, да, вот, и вы, ой, как хорошо, да, вот, и что получается, получается то, что если бы я тогда сломалась, сейчас не было бы ни моего вебинара, ни, как вам даже сказать, ни моей гордости за мою команду, ни довольства собой, ни этих вот двух квартир, которые мы купили, и так далее, и так далее, и так далее, то есть я сама в начале пути взяла ответственность на себя, взяла ответственность за свою команду сама, да, когда поняв, что обучения мало, я взяла и сама его сделала, да, и я считаю, что это несложно, потому что чем больше вы отдаёте добра, тем оно больше вам возвращается, и это работает, это правило очень хорошо работает. Когда мы с вами преодолеваем препятствия и воспринимаем всё плохое, как ценный опыт, мы формируемся быть успешными во всём, и это правда, да, пропало, первый-первый, я второй, как слышно, приём, всё пропало, да, и вот тут ещё вот, да, важную роль в накопительном эффекте, как раз очень сильно вот это вот правило работает, да, очень сильно, что преодолевая препятствия и воспринимая всё плохое, как ценный опыт, мы формируемся быть успешными во всём. Плохой опыт – это опыт, да, проверка связи была. Плохой опыт – это опыт, и это бесценный опыт, если этот опыт произошёл у вас в сетевом маркетинге, да. А я это, все вот эти вот моральные падения, да, когда от меня уходили люди, ещё что-то прошло в предыдущей компании. Как вы знаете, там с этим жёстко. Там люди уходят, приходят, там очень сложно найти человека, и практически невозможно его было удержать, да, потому что там и для новичка были не очень-то хорошие условия, и для директоров вот эти 200 баллов лично, да, и так далее, и так далее. Вот. Далее, значит, о чём хочется с вами поговорить, это как раз перейти к той теме накопительный эффект, да. И мы с вами сейчас должны понимать, что он будет работать только тогда, когда вы, как вам даже сказать, когда вы поймёте суть, что вам нельзя негативить ни в коем случае, вам надо понимать, когда вы идёте, и видеть цель, и делать действия к этой цели, и тогда всё получится, да. Вот. И что мы с вами видим в итоге, да, в накопительном эффекте? Если вы научитесь быть позитивными, искать выгоду, как бесценный опыт во всём, что с вами произошло, вы научитесь быть позитивными. Позитивное мышление, оно со временем вбивается в подсознание, подсознание будет притягивать свыше для вас успех во всём, да. Вот. Ой. Да, во всём, вот, свыше успех, да, потом, значит, в рекрутинге. Что у новичка бывает? Он пришёл на проект, он смотрит видео, как рекрутировать, как зарегистрировать странички, как их сделать больше, ещё что-то, да. Что получается? Получается, то, что он учится, да, он учится начинать рекрутировать, потом, значит, находит регистрации. Получается, он сделал 300 хвата, один человек пришёл, с ним надо созвониться, да, то есть в опыте и в терпении тоже есть накопительный эффект, да, в выплатах есть накопительный эффект. И, конечно же, вот сейчас тут ничего не нужно усложнять. На самом деле, накопительный эффект в работе и рекрутинге – это и есть наши с вами растущие потихонечку выплаты. Самое главное – быть позитивными и рекрутировать, рекрутировать, рекрутировать. Ваше мнение, дорогие топ-лидеры, о активном росте, всё ли там понятно? Хорошие ли там фишки для рекрутинга рассказывают? Всё ли у вас получается по вебинарам для активного роста? Привели ли бы вы туда своих новичков? Тишина. Приводим. Всё понятно, да? Эти методы, скорее всего, они работают, ну, я не знаю, все. Приводим и будем приводить, да? То есть, смотрите, если ваш новичок ещё не сформировался хотя бы чуть-чуть как лидер, и вы его привили раньше времени, да, у нас была какая-то фишка на проекте непонятная, стали после активационного заказа своих новичков добавлять, и рост прям на два поделился. Почему рост поделился? Потому что новички видят шок. Они только зашли на вебинар по активному росту, им говорят, а 50 страниц, они оооо, и побежали, да? То есть, всё равно нужно хотя бы человека не пугать, а поэтапно, да? Что в активном росте мы уже не учим делать заказы, в активном росте мы уже не учим проводить регистрации по разным странам, да? Это всё уровень новичка. У новичка огромная нагрузка, поэтому не путайте, да? Не путайте. В.Р. про накопительный. Ну, я проводила вебинары, посчитали лишним, как бы у нас было голосование, сказали лишнее, и как бы я решила всё-таки хотя бы топ-лидерам про это рассказывать, вот. Значит, что ещё хочется сказать в терпении, да? Вы учитесь быть терпеливыми, но терпеливыми нужно быть в меру. Терпение входит и в опыт входит такое слово, как делегация, да? То, что ваши лидеры с 12% обязаны сами со своей структурой работать и вести им планёрки, это вы должны уже понимать, да? И готовить их к этому, готовить их быть самостоятельными, да? То есть, когда... Ну, Танюш, лучше не рисковать, да? И когда, да, делегирование, вот. И когда вот как раз опытный лидер как можно больше делегирует, да? Я вам скажу на своём личном опыте, что до уровня старшего директора даже, я не знаю, до уровня, наверное, золота, до уровня золота, я... Как вам? Я не знаю даже, как это передать. Сейчас постараюсь сформировать. Я вела всё сама. Я снимала все видео сама, я проводила все вебинары сама по активному росту, да? Все вы знаете, кто был раньше. Я проводила... С новичков требовала отчётность. Я с новичков, как сказать-то, боялась, да, их инициативы, когда они мне предлагали какие-то свои методы работы. Я их, грубо говоря, отсылала куда подальше, говорила, нет, работай, вот так, так и так. Это проверено, давай не сходи с пути, да? И вы знаете, что в итоге было? В итоге произошло то, что когда мы открыли уровень бриллиантового директора, я поняла, что я не справляюсь со шквалом вопросов в скайпе, с проведения вебинаров для новичков, для активного роста и так далее, и так далее, и так далее. Я поняла, что или я сойду с ума, или я потеряю свою семью, потому что я всё время сидела в интернете, и непонятно, где и с кем там у меня муж, да, грубо говоря, они всё с Викой вдвоём, в магазин вдвоём ходили, везде вдвоём, да. И вот это вот тоже нужно понимать, что когда-нибудь, если вы будете брать всё на себя, вы пожалеете, да, потому что у каждого из нас есть семья. Я вот сейчас пооткровенничею с вами немножко ругаю Ольгу Дубягу, потому что она взвалила на себя слишком много, и я её пытаюсь от этого всего отвести, потому что Олечка ждёт малыша, и в седьмом каталоге она станет мамой, да, вот. И у неё получается первый ребёночек небольшой, а второй вообще будет, да, новорожденным. Вот, и я сейчас как бы её вот пытаюсь отвести, пытаюсь других директоров попросить, чтобы ей тоже начали помогать, что-то создавать, чтобы не только она одна всё это делала, да, вот. Но сама я понимаю, что если я буду делать сейчас всё сама, да, письма мне составить полчаса, час максимум, да, там провести какой-то вебинар, я за час клёпаю презентацию, час я трачу, чтобы провести, то есть для меня это всё легко и просто. В плане техники это всё легко и просто. В плане головы для меня тоже всё легко и просто, потому что я этот путь прошла сама, своими ногами, мне его никто не сделал, и я понимаю, что надо делать для того, чтобы у вас что-то получалось, и я понимаю, что нужно рассказать, и я уверена в своих словах, да, вот. Но я должна научить самому важному, я должна научить этому своих лидеров, чтобы они могли говорить так же, мыслить так же, и поэтому мы с вами сегодня сидим на этом вебинаре, чтобы вы научились мыслить так же, и не только в это верить, и не только это понимать, но и понимать то, что когда-то вы так же будете, как я, сидеть и что-то рассказывать, а мы уже, наверное, сделаем ноги на пассив, да, ну, так, лет через 5, через 10, скорее всего, мы это всё равно сделаем, потому что уже больше, куда ещё больше, да, просто вот так вот. Да, Олечка, молодец. Вот, вот, всё верно, всё правильно, да. И, дорогие топ-лидеры, у меня к вам предложение будет собраться на планёрочке, не сегодня, конечно же, это будет, а будет в ближайшем будущем, на следующей неделе, после того, как мы всех топ-лидеров поздравим, всё, то есть это будет примерно с четверга, да, я вам предлагаю встретиться на планёрке и обсудить некоторые темы для того, чтобы вы могли стать самостоятельными и могли нам помогать чем-то нам, директорам. Мы будем очень рады всем отзывчивым, да, всем отзывчивым топ-лидерам, будем очень рады дать вам дорогу, чтобы вы проверили себя на силу, на стрессоустойчивость, чтобы вы стали более опытными и более терпеливыми, да, чтобы вы шагали вперёд и видели свой рост. Да, мы хотим с вами, у вас немножечко, как раз на вас чуть-чуть поделегировать кое-что, и мы будем очень рады, если вы наше предложение примете. Итак, значит, о накопительном эффекте мы с вами поговорили, так, минутку, мы с вами поговорили, но не поговорили о самом важном, о рекрутинге, да. Да, смотрите, тут самое интересное, что накопительный эффект срабатывает не сразу. Вот вы три месяца интенсивно поработали, и у вас только-только начинает что-то получаться, да. Это я сейчас говорю не про опытных сетевиков, которые к нам переходят, да, к нам их много переходит, и я сейчас их не имею в виду. Я имею в виду человека, который пришёл с нуля, с нуля работать. У меня сейчас очень много людей, которые приходят работать именно с нуля. Да, они видят мой результат. Я живу в маленьком посёлке, все посёлки друг про друга знают, про меня ходят огромные сплетни. Одни говорят, я работаю в пирамиде, другие говорят, ну и что, что она в пирамиде, то у неё есть там квартира, там она купила вторую, да, она скоро уедет, да, надо к ней быстрее идти, да, и начинается, что одни говорят, фу, я в пирамиду не пойду, а другие приходят и спрашивают. И когда я им рассказываю глаза в глаза, что наш бизнес официальный, легальный, я получаю белые доходы, я им показываю ИП, я им говорю, что у меня идёт трудовой стаж, они открывают глаза и говорят, да ты чё, да неужели, да неужели это правда, да. То есть, и вот понимаете, вот это вот, когда люди уже идут на результат, это, конечно, здорово, но чтобы добиться этого результата, нам нужно с вами реально попотеть, реально попотеть, и вот у нас сейчас с мурагинскими людьми, да, которые живут в посёлке, такая договорённость, ты ставишь пример меня и говоришь, что ты пришла ко мне, и ты говоришь, что ты растёшь по моей методике, и пусть они к тебе идут за счёт того, что у меня есть результат. И мы с ними очень хорошую систему для роста обыграли, да, обыграли то, что я хорошо зарабатываю, они могут прийти ко мне домой, да, они могут со мной поговорить, потому что эти лидеры работают методом оффлайн, у меня все, они в интернете работают мало, у кого-то работа, учёба, они всё это совмещают, и вот в этих вот перерывчиках, да, там, да, допустим, между пар или там они едут в автобусе домой, они в таких условиях рекрутируют, да, им некогда сидеть и делать там 5 часов, там, 200, там, 300, 500 человек охвата, потому что они реально от усталости валятся с ног. Я им покупаю таким людям каталоги, ещё что-то, да, и помогаю им, и люди приходят и говорят, Аня, мне бы зарегистрироваться под тебя, вот потому что у тебя есть опыт, а они ещё неопытные. Я говорю, хорошо, я возьму тебя под себя, да, но расти ты будешь самостоятельно, мне новые ветки не нужны, и вот тому, под кого ты пойдёшь, ему нужны новые ветки, ему хочется стать директором, и у тебя намного быстрее получится с ним стать директором, чем со мной, потому что я уже не рекрутирую людей, я уже их не регистрирую, ну, то есть, грубо говоря, я так, ну, вру, да, и лидеры начинают задумываться, что, да, им, как бы сказать-то, да, им предоставилась отличная возможность расти по моей системе обучения и получать регистрацию от того, под кого они пойдут, да, то есть, я так это всё выворачиваю, что у меня начался очень хороший рекрутинг именно на земле с помощью моих новичков, которых я начала этому учить, да, и вот это вот всё терпение, это всё время, оказывается, бизнес офлайн, он очень много времени занимает, он занимает намного больше времени. В интернете вы пришли, отрекрутировали 300 человек, нашли эту регистрацию, созвонились, да, у вас максимум, если у вас уже набита рука, да, то есть, у вас произошёл накопительный эффект в опыте работы, да, у вас это на всё уходит 5-6 часов, потом вы свободны уже, да, вы свободны, вы можете ещё час пообучаться за это время успеть, да, очень многие совмещают просмотр вебинаров и рекрутинг, и получается всё это в сжатом виде, всё это быстро, да, и на вопросы в скайпе успеваем ответить, ещё что-то, да, и примерно часиков в 9 вечера мы уже заходим, если накопилось много вопросов, мы там, да, к примеру, ответили, там, ответили с кем-то, может быть, созвонились, ещё что-то, всё, мы дальше свободны, да, то есть, это как бы вот сейчас у топ-лидеров, у которых набили руку, вот так происходит их работа. К сожалению, нет денег на созвоны. С уровнем 15% вас добавят чат-сип-телефонии, но я вас прошу, с неё особо много созвонов не делать. Почему? Потому что есть Viber, WhatsApp, Telegram, если, Марина, вы пока не, если вы регистрируете людей в соцсетях, то там есть кнопка звонка, вы звоните и абсолютно бесплатно разговариваете. Не надо сейчас искать преграды на пути к своей цели. Можно позвонить. Вот вы зарегистрируете человека в ВКонтакте и тут же спрашиваете, могу я вам прямо тут позвонить. И нажимаете на звонок, и вам, и вас человек слышит. И всё хорошо. На самом деле, я очень часто звоню ВКонтакте в Одноклассниках. Сип-телефонии я могу звонить на Украину, в Беларусь. И то я звоню только по крайним случаям, потому что, ну, иногда надо бывает позвонить, человек куда-то там пропал, делся, да, я его прозваниваю, если он лидер, под ним есть структура. Так обычно я взваниваю жёлтеньких, рыженьких, статус ПА, а там ещё что-то, да, такой вот там пробный шаг стартовой программы я обязательно через Сип-телефонию прозваниваю. Но с людьми я стараюсь работать в соцсетях, потому что я знаю, что если я через Сип-телефонию на два часа заряжу свою лекцию человеку в личку, то этот человек, как сказать-то, то Сип-телефония просто по деньгам не выдержит, да. Вот, честное слово, да, почему я так говорю, потому что вот недавно за созвоны мы отдали более 50 тысяч по России, поэтому вот и хочется вам сказать, что с каждым через Сип-телефонию созваниваться по, и разговаривать по часу, по полтора, это реально очень накладно, очень-очень. Вот, значит, скажите, пожалуйста, если у вас по этому слайду какие-то вопросы, не поняла, что за сеть, ВКонтакте одноклассники или что? А, Сип-телефония, оно с 15% вас добавит в чат в этот, и в 15%, да, с 15% это все звонки оплачивают основатели проекта, да, то есть Татьяна Сафронова оплачивает за своих, да, и с уровня рубина директора тоже сами за себя платят, уже за свою структуру. Все понятно, да, вопросов нет. Замечательно, отлично. Вот, значит, и давайте мы с вами поперечисляем немножко в чат, что же нам дает такая компания, что нам тут так хорошо растется, и ценим ли мы то, что мы имеем. Вот, очень важно, как раз-таки, опять-таки, это немаловажную роль играет именно в накопительном эффекте, ценить и передавать эти ценности своим новичкам, чтобы новички понимали, что мы имеем, вот эти вот ценности от компании, да. Давайте начинаем. Подарок новичка, скидка 20-26%, да, стартовая программа, Фаберлик Клуб, ВИП-программа, бонус, быстрый старт, бонус материнства, усыновления, бонус развития, бонус стабильности, да, что-то еще забыла, так, еще 10, 10, было 10. Забыла, да, компания, забыла, вот еще что-то, вот какой-то бонус забыла. Да, маркетинг-план четкий, классный, да, ВИП-программы все назвала, Виталия. Ассортимент, самый широчайший ассортимент из всех сетевых компаний, которых только можно. То есть мы с вами сейчас работаем, как вам даже сказать, бизнес на личном потреблении, нам не обязательно продавать, да, куча друзей, которые становятся, да, это здорово, это на самом деле так, это очень ценно, да, доступность продукта, вот Оля пишет, доступность продукта в плане цен, качество такое же, как в магазине, ничем не хуже, но в некоторых местах даже лучше, потому что в магазинах может попасть здесь пока вот это вот от крупного оптовика среднему, среднего, мелкому, от мелкого, там, по магнитам, по всему, и в итоге получается где-то, да, подложат, где-то, да, подделают, где-то, да, перепродадут, там еще что-то, да, вот. Вот, и, да, то есть получается у нас с вами, что нам дает компания, да, легальность нам дает, то есть компания нам дает самое важное, да, от чего больше всего страдают бизнесмены, работающие на земле. Вот что мы с вами забыли. Самоуважение, это очень, это очень, да, шикарно, да, то есть компания настроила всю, да, 80% фальшивки на прилавках, да, то есть мы страхуем себя, свою семью от подделок, да, покупая именно Фаберлик, но еще у нас с вами настроена отличнейшая логистика. Цените это, очень цените и рассказывайте это. Нужно обязательно научиться все это ценить, это очень важно, да, бизнес без вложений. Мы привели, рассказали и все, остальное за нас все делает компания. Возвраты, да, то есть приемка товара, возвраты, еще что-то, да, то есть компания это все, если это делают пункты выдачи, то пунктом выдачи это тоже неплохо оплачивается. То есть получается компания делает все за нас. Нам не надо снимать здание, да, платить там в этом здании за электричество, платить там за аренду, платить какие-то зарплаты людям, да, отчитываться в налоговую, отчитываться там во всякие ССы, в пожарную и так далее, да. Что получается? Получается то, что нам не нужно бояться, когда мы закупаемся, продастся этот товар или нет, если это магазины, да, нам не нужно бояться, если мы открыли, к примеру, там парикмахерскую, придут нам люди или нет, где нам взять хорошего специалиста, чтобы ему хорошо платить, чтобы он не ушел туда, где лучше, если он хороший, да. Вы полностью, вы полностью освобождаетесь от любой головной боли. С какой стороны не посмотреть, Фаберлик на шаг впереди всех сетевых компаний и уж тем более бизнеса на земле. Да, без рисков, без вложений. Но вот если вы скажете новичку, что наш бизнес без рисков, без вложений, вы ни за что не докажете ему, какой он хороший, как мы это все понимаем, да. Да, 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 мой бизнес растет, а компания его поддержит акциями, подарками, плюс делает за нас все. Это нужно очень сильно нам с вами ценить. Если мы это будем ценить, и если это будет жить внутри нас, и мы будем на самом деле гордиться тем, что вот мы в такой компании, которая за нас делает все, вплоть до рекламы по телеку, да. Ну, просто вот если есть хоть один человек, который к этому привык, и он еще жалуется сидеть, да, вот как вот эти два директора в начале вебинара, да, то это что такое, откуда у вас вообще есть время, когда вы столько всего не знаете о компании, когда у вас, откуда у вас время на ругань, когда у вас нет времени донести это для своей команды, чтобы эта команда поняла и гордилась местом, где она находится, чтобы она ценилась и боялась это место потерять, понимаете, да, и не только по телеку, да, Оля, в журналах, и даже в аэропорту в журналах, да. Теперь, пожалуйста, напишите, как вы считаете, надежный ли наш проект, да, что мы делаем для вас, как вот для своих дорогих звездочек, подрастающих, бизнес-партнеров, что для нас проект делает, да, то есть смотрите, у нас организована система оповещений о вебинарах и сами вебинары ведут директора, да, у нас есть сопровождение на любом этапе развития, да, вы наши мамы и папы, баннеры рекламные, да, понимаете, мы тоже стараемся все, и, значит, начнем с самого начала, да, организовали, научили, как рекрутировать, научили, как обучать человека после рекрутинга, да, дали целый огромный здоровенный шаблон переписки для того, чтобы у вас все было, да, как вы видели, шаблон переписки обновился, пожалуйста, посмотрите, он еще корректируется, но скоро будет еще лучше. Опять-таки разрабатывается новый сайт, еще лучше, чем рекрутинговый до этого, да, то есть у нас с вами будут другие лендинги, не такие вот, как сейчас, а еще будут круче, лучше и так далее, да, то есть мы все время что-то думаем, нам все время хочется чего-то лучше и больше, то есть мы растем и вы растете, почему растете? Потому что мы все время шевелимся, нам все время чего-то хочется, куда-то хочется для чего-то вот что-то новое, что-то хорошее, да, хочется изобрести, чтобы новичку было легче, проще. Мы все время пытаемся встать на место новичка и все время пытаемся, как вам даже сказать, понять его, посмотреть, да, вот девушка пришла, она не понимает интернет, куда она идет, ей говорят, создавай страницы, кучу страниц, браузер размножай, она смотрит, как его размножать, ей непонятно, да, а где-то в закладке, да, то есть что-то пропустила, где-то не досмотрела, да, когда мы встаем на место новичка, мы начинаем понимать, что проще, да, новичку просто дать готовый сайт и научить его пропускать через сократителей ссылочек, чтобы он смог рекрутировать полноценно, да, вот. Нет, давай это обсудим уже на созвоне директоров по шаблону переписки, давай раз в недельку будем созваниваться, вот. Сто лет, нет, мне не сто лет, я просто, знаете, у меня есть такое, с детства, наверное, да, у меня есть такое качество, что я люблю вставать на место человека и понимать его, почему он так делает, это моя, наверное, защита от окружающего мира, да, моя защита от злых людей, и вот я прекрасно понимаю, что если люди ругаются, там, она несет какой-то негатив за собой, это обиженные жизнью люди, которых можно просто пожалеть, и я до такой степени в этом всегда была уверена, что я никогда не, как сказать-то, не стараюсь стоять рядом с негативными людьми, я стараюсь убегать от них, стараюсь общаться с теми, кто успешен, и мне было очень круто съездить на Шри-Ланку и походить, да, между, в толпе директоров, да, там же с уравней золота директора, и вы представляете, какая там сила, каждое слово на вес, вот так, я ходила вот так, потому что купаешься в бассейне, кто-то говорит про бизнес, да, кто-то что-то рассказывает, да, и вот вы понимаете, это очень интересно слушать, и я так плаваю рядышком и слушаю, я впитывала как губка все подряд, на самом деле, да, как будто, вот, ну, спасибо, Виталь, конечно, может быть, из-за этого, я всегда все впитываю как губка, я не вижу каких-то вот, да, границ, вот, и, конечно, дорогие топ-лидеры, дорогие директора, напишите, пожалуйста, что мы делаем для себя, строя свой бизнес в интернете, что мы для себя делаем, вот, что вы сейчас научились делать, курс для топ-лидеров идет давно, поставьте, пожалуйста, букву П в чат, те, кому помог, допустим, мой вебинар провести свою первую планерку, поставьте букву П в чат, кто-нибудь ее проводил ли для своей команды, знакомился ли со своей командой, показывался ли ей, нет ни одной буквы? Никто так и не провел? А, один человек провел, да, а другие почему не провели? П, а другие почему не провели? Скажите, пожалуйста, что непонятного, как проводить планерки? П, П, или вы просто устали сидеть, и ваш час вышел, и вы просто уже отошли? проводишь, да, ну, Катюш, самое главное проводи, ага, считаются, Катюша, самое главное знать, что проводите, не обязательно, что вот я провела вебинар, вы все кинулись в планерки, брать, нет, чтобы вы показывали своей команде, это очень-очень важно, а все это в шаблоне для лидеров, все это в шаблоне для лидеров, Базина Евгения, с вами первый раз, очень приятно, Женечка, вот, тогда П, ну, все понятно, да, что вы еще для себя делаете, для своего роста, вот, что вы хотите сделать для себя, как вы считаете, что нужно делать, какие у вас приоритеты, очень нравится к ним готовиться, а я наоборот, почему-то так устала эти слайды делать, я вчера села и думаю, надо провести планерку, да, накопительный эффект, это же так серьезно, да, тема серьезная, думаю, а не буду делать серьезные слайды, не хочу, у меня весна на душе, взяла и сделала такие, хотя я понимаю, что это не серьезно, работать и работать, чтобы мои лидеры выросли, все успевать делать, как осьминоги, ой-ой-ой-ой, если вы правильно выставляете приоритеты, то у вас не должно этого быть, чтобы вы разрывались, Катюш, потом час будет уходить, а потом вообще, Лен, Лен, то есть, да, потом будет час уходить, а потом еще меньше, рука набивается, накопительный эффект срабатывает во всем, очень красивые, очень красивые, вот, да, ага, я уже солнышко хочу, у нас опять выпал снег, вот, и теперь, дорогие лидеры, давайте мы представим себя, если бы мы все делали правильно и только по советам, и не пускали бы негатив, и следовали бы приоритетам, да, представьте себя лет через пять, вы сегодня вкладываете, вы завтра вкладываете, через неделю вы все время вкладываете в свое будущее правильные действия, да, вы вместо пироженок кушаете зелень, огурчики, мясо вареное, да, вот представьте, вы все делаете правильно, я вот даже не хотела составлять тут два столбика, потому что один бы столбик был злого, да, грубо говоря, неудовлетворенного своей жизнью лидера завистливого, да, который бы думал, а, он все смог, да, а я так вот, он там знает, а я так не знаю, да, а другой был бы, да, вот таким бы вот счастливым, отдыхающим и уже давно, но забывший о таких проблемах, как деньги, да, все же деньги они решают многое, многое, они для меня многое сделали, да, ну, у директоров все только начинается, а вот когда у директоров появляются директора, вот это сила, это мощно, это уже да, а если уже директора есть хотя бы один вглубь, да, то есть под директором, директор, вот это уже надежно, это становится быть надежным, вот, и конечно, представьте, что мы через пять лет богатые, успешные, одеты с иголочки, путешествующие по миру, довольные собой, когда мы бессмерно радуемся за успех своих директоров, когда мы становимся уже ходячим магнитом успеха, когда мы становимся уверенными в себе, и в каждом своем слове, только потому, что мы все сами сделали своими руками, мы знаем, что это работает, и мы начинаем больше отдыхать, и больше получать, да, и меньше работать, и это, и за это мы будем получать 20 тысяч рублей за день работать, я недавно, вчера, да, разделила сумму, которую получила последнюю, разделила на 21, и у меня получилось, что я зарабатываю 20 тысяч русских рублей в день, да, деньги это отчеканенная свобода, вот я договорилась, уже звонила в санаторий, еще что, ну вот маме, папе звонила, и как бы вот скоро я ему буду уже санаторий оплачивать, он у меня будет ходить, бумажки собирать, какие у него болезни, чтобы ему там в этом санатории лечили уже, да, то есть я все оплачу ему, и я очень рада, что у меня есть деньги для папы, вот, и для мамы, вот, и вы знаете, вот это здорово, это классно, зарабатывать столько, сколько люди некоторые за месяц не зарабатывают в день, просто посчитайте, да, как это здорово, что у вас будут абсолютно другие приоритеты в жизни выставлены, конечно, самая важная мысль, которую я вам хотела донести, это было все одно большое, огромное предисловие, к сути этого вебинара, который поместился всего лишь на один слайд, и я вас уверяю, что компания очень хорошо оплачивает нашу проделанную работу, а именно, если мы понимаем и делаем, вот ту самую свою миссию, нам необходимо разбудить население от вековой спячки и разжечь желание людей стать самостоятельными, вот за выполнение именно этой миссии компания очень хорошо оплачивает, не просто рекрутировать, когда-нибудь вы отойдете от рекрутинга, а когда-то у вас пойдет уже авторекрутинг, когда-то к вам люди уже пойдут на результаты, вы забудете, что такое соцсети, вот, но самое главное, чтобы мы умели разжигать желание людей становиться самостоятельными, находить их мотивацию, вот это самое главное, вот это суть, грубо говоря, вот под итог всего вебинара, чтобы вы поняли, да, тишина такая, ну все, дорогие коллеги, я решила сильно так не углубляться, мне хотелось вам вот передать опять-таки свое мышление, вот, и, конечно, вам спасибо огромное за внимание, я желаю вам роста, удачи, везения, во всем вдохновения, вот, Виталик, правильно, да, пожалуйста, обдумайте все мной сказанное, я желаю, чтобы вы научились, да, сопровождать своих лидеров, так, чтобы ваши лидеры хотели за вами идти и верили в каждое ваше слово, я желаю вам опыта общения, мама, Виталь, ну что ты, я так, ведь себя так и старенькой такой почувствовала сразу, да, у нас тоже снег за окном, к сожалению, поэтому я захотела сделенных слайдов, пусть они хотя бы на слайде будут, ну все, всем спасибо огромное за внимание,